Здарова, народ! С вами Джон, он же эпилог 8 вечера по Москве, сегодня 312. Ну, мы сегодня разберем ряд тем, но первая из них, естественно, это будет окончание сюжетной линии сезона Сплайсер, которая наступит уже сегодня, 10 августа, в 20.00 по Москве. Ну, те, кто смотрел мои ролики, кто там на реддите по сливам проходился, уже примерно знают, что нас там ожидает, но все-таки тень такой вот, тень такого вот хайпа, ожидание присутствует. Я очень, так сказать, заинтересован в том, как Банжи это все-таки будут реализовывать. Да, скорее всего, у нас там будет некая активность, которая будет происходить в неком месте, и будут происходить определенные события, что кто-то окажется кем-то. Я надеюсь, я достаточно неспойлерно все это рассказал, но так или иначе мы это увидим, когда произойдет эпилог этого сезона. Ну, ладно, помимо всего прочего, вот здесь у нас дорожная карта, где эта дата обозначена. Я надеюсь, я ее не полностью закрываю, вроде не полностью, да. Меня главное всегда прикалывать, что Банжи в свой календарь сезонов добавляют и не только. Вот ее из-за меня точно не видно. Вот я сейчас так отклонюсь, вот. И мне интересно, что же еще, типа, должно быть? Ну, ладно. Все-таки более интересная новость, за которую я, собственно, и решился записать это видео, потому что я уже не могу ждать. Банжи запостил, ну, через свой аккаунт Destiny 2 в Твиттере небольшую новость, такую заманушечку. Если этот пост получит 7777 лайков, мы обнародуем, так сказать, барьерные моды на воителей на следующий сезон, ну, сезонов до редактора. Естественно, они название не стали открывать. Но, блин, то, что у нас будут новые барьерные моды, это хорошо. Хотя, мне вот интересно, они имели в виду то, что у нас будут, как бы сказать, новые барьерные мобы, ну, типа, вдобавок к нашим перегрузочным барьерным или этим, как их называют, или неудержимым, или какие-то другие пушки у нас будут, под которые будут все эти моды действовать. Короче, непонятно. Ну, потом аккаунт Destiny 2 такой вот ехидно подчеркнул, что у вас ушло всего 5 минут на то, чтобы собрать 77 тысяч лайков. Ну, собрали 38 с половиной тысяч лайков, но, видимо, опечатались. Ну, ладно, барьерные моды будут, ну, моды навоителей, моды навоителей, да, точнее, будут опубликованы на этой неделе. Оставайтесь на связи. Так что ожидаем, что же это будет. Наверное, они засунут это как раз... Вообще, по идее, они в ТВАБе это собирались сделать, но я так понял, у нас либо во вторник, либо в среду будет небольшой либо ролик, либо статья. Потому что, как это понять раньше, типа, потому что у нас и так вот. Ну, вы помните, в прошлом ТВАБе комьюнити-менеджеры сообщали нам то, что мы поговорим там о модах и о броне. Вот, типа, раньше, то есть это будет опубликовано раньше, чем ТВАБ, я так должен понимать, потому что об этом и так там собирались сказать. В общем, ждем. Так, ну и дальше небольшие новости насчет нашего вайп-отряда второго, про который я вчера в ролике говорил. К сожалению, собрать определенное количество денег у них не получилось. И фильм немножечко проваливается в прокате, но идет только первая неделя. Буду за него болеть. Конечно, мне фильм скорее понравился, чем нет, но... Все-таки мне обидно то, что, как бы сказать, судьба первого отряда самоубийц отражается на второй части. Ну и здесь уже более такая относящаяся к нам новость. Я думаю, многие уже с этим сталкивались, поэтому спешу предупредить. Мошенники взламывают Steam аккаунты под предлогом раздачи Discord Nitro. И да, я вот даже видел в каких-то чатах на Discord. Вот такие вот сообщения, то, что вам присылают вот ссылочку на Discord Nitro, да, и вы проходите по ней, вас отправляют на полностью похожий фишинговый сайт, где вы там вводите свои данные, и оказывается, то, что это не он. Неожиданно. Понять, что сайт неофициальный, можно по домену, который схож с оригинальным, но написан с ошибкой. Дисракодда вместо дискорда. Так что, ребят, будьте бдительны. Ну и последняя новость в этом ролике. Ну, те, кто заходили в игру, думаю, уже заметили. Новые имена Bungie с 24 августа будут у нас. Имена пользователей на вашей платформе, с которыми вы войдете в игру, после 20.00 Москва 24 августа, станет вашим именем Bungie. Из него будут удалены ID номера, нестандартные символы и все, что нарушает правила поведения. Изменить имя можно будет позже. Как-то так. Так что, надо тщательно подумать, какой ник вы собираетесь себе оставить перед переходом в новую систему. Потому что после этого, возможность менять ники у вас не будет. Какое-то время. По-моему, на протяжении сезона. Если у вас там какие-то будут оскорбительные там наименования, символы и так далее, то вам заменят ник на просто страж. Так что, задумайтесь. Ладно. В общем, еще раз напоминаю то, что смотреть на эпилог мы сегодня будем 8 вечера по Москве. Я сегодня подрублю стрим немножко пораньше. Ну, где-то часов в 7 вечера, чтобы мы разогнались там и ворвались уже в концовку сюжетного дополнения нашего. Вот этого сезона, точнее. Ну, и еще, думаю, сейчас вот после того, как загружу этот видос, пойду немножко поиграю. Надо все-таки, хочется пофармить грандмастер, засолить немножко контракты. И после этого, так сказать, пофармить трофеи завоевателей в Крустальном чертоге. Вот что я еще могу сказать. Надо потихонечку, ребят, готовиться к засолке. К засолке контрактов. То есть засолка, это у нас, у меня на стриме спрашивали, что это. Это когда ты делаешь контракт, но не сдаешь его. Я вот думаю, с этой недели уже начну. То есть какие контракты я собираюсь засолить, по крайней мере, недельные. Это контракты Железного Знамени, контракты Испытания Осириса некоторые, контракты Коттерн, контракты Луны, которые дают 12 тысяч опыта, контракты Лектюрна, которые тоже на Луне, контракты Космодрома, контракты Европы и контракты, которые относятся у нас к этому, как его называют, к рубежам. То есть Скиталец, Шакс и Завала. Да, вот меня многие спрашивают постоянно, типа, удалятся ли жетоны, знаки Железного Знамени? Они не удалятся. Удалятся только знаки Авангарда. Поэтому от них уже стоит избавляться ближе к концу сезона. Все остальное. Ну и потихонечку уже начинайте накапливать ресурсы, хотя бы по 3 тысячи, чтобы каждого было. Я вот тоже думаю это все затарить. Еще там денежку надо немножко засолить, блеск в смысле. В общем, потихонечку готовимся. Если вам кажется, что на данном этапе у вас нет в игре контента, который вы бы хотели освоить, можно заняться вот как раз засолкой. Ну и... Все как-то. Это такое вот, знаете, превью нашего большого видео, где мы по старой доброй традиции в конце сезона будем обсуждать засолку. Ладно, спасибо всем за просмотр. Лайк ставим, комментарий пишем на канал, подписываемся, колокольчик прожимаем, чтобы не пропускать уведомления о выходе новых видосов. Также в очередной раз напоминаю то, что мы хотим добраться до следующего смайла на Твиче, поэтому я вот у себя здесь, сверху плашки можно посмотреть, организовал сбор средств на следующий смайл. Надеюсь, у нас это получится, потому что со снижением цен на подписки как-то у нас хейповозики прям летают. Спасибо большое, ребят, за поддержку. Вот также, кто захочет канал поддержать, денежка, можно это сделать с помощью спонсорской подписки. Ну и... Пройдя по ссылочкам в описании роликов и закрепленном комментарии, любой поддержке буду рад. Ладно, всем спасибо. Увидимся сегодня либо с утра, либо в 8 вечера по Москве на стриме по Хиппи Логу. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok